Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы уже сказали, что самая лучшая, самая великая милость, которая может быть ниспослана от Всевышнего, это вера. Вера человека, когда Всевышний открывает сердце человека для веры, и он кается о своих грехах и становится верующим. И может быть так, что из-за того, что этот человек праведный, из-за праведности этого человека, Аллах заботится о его потомстве даже после его смерти. О его потомстве, о его имуществе, о его чести даже после его смерти. И в Куране описывается история, история Хидра и Мусы, алейхим салам. И приводится длинный хадис у имама Бухари, где говорится, что однажды пророк Муса обратился к израильтянам с проповедью. И у него спросили, кто из людей обладает наибольшим знанием, и Муса, алейхим салам, ответил, самым знающим являюсь я. И однако Аллах, субханава ва тааля, выразил ему за это порицание, ибо Муса должен был ответить, что это известно только Аллаху. То есть никто не знает этого. И Аллах не спасал ему в откровении поистине, у места слияния двух морей живет один из рабов моих, который знает больше, чем ты. И Муса спросил, о Господь мой, как мне найти его? И ему было сказано, положи в корзину рыбу и отправляйся в путь. И раб этот будет там, где ты потеряешь эту рыбу. И далее приводится история, что Муса пошел, в Куране эта история описывается подробно, в суре Аль-Ках. Муса пошел со своим слугой искать этого раба Аллаха, который знал больше, чем пророк Муса, алейхиссалам. И на берегу моря они потеряли эту рыбу. И там же они нашли этого человека. Муса, алейхиссалам, поприветствовал его. Поприветствовал его миром, как приводится в религии. И это был хидр. И он сказал, откуда в твоей стране знают о таком приветствии? То есть приветствие от Всевышнего. Тогда Муса, алейхиссалам, сказал, я Муса. Он спросил, ты Муса из числа израильтян? Муса ответил, да. И затем сказал, могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня тому, чему научил тебя Аллах? И он ответил, поистине у тебя не хватит терпения находиться рядом со мной у Муса. Ведь я обладаю знанием, которое дано Аллахом мне и неведомо тебе. Ты же обладаешь знанием, так же дарованным тебе Аллахом и неведомым мне. И как же ты можешь вытерпеть то, о чем нет у тебя знаний? То есть любой человек, если что-то происходит, будь это малый ребенок или же взрослый человек, если что-то происходит, что ему непонятно, он начинает задавать вопросы. И этот человек сказал, ты не выдержишь то, что увидишь, и ты будешь в это вмешиваться. Алейхиссалам сказал, если Аллах пожелает, ты увидишь меня, ты увидишь, что я терпелив и ни в чем не ослушаюсь тебя. То есть ты увидишь, найдешь меня терпеливым. Я не буду задавать вопросы, я не буду тебе мешать, я просто буду присутствовать. И Муса не должен был вмешиваться и спрашивать о чем-либо, что совершал этот человек. И там приводится несколько историй, что-то он совершал, и каждый раз Муса, алейхиссалам, не выдерживал и спрашивал, почему он так поступил. Потому что Муса, алейхиссалам, казалось, что это является каким-то злом или же чем-то наподобием. И он не выдерживал и каждый раз спрашивал. И на третий раз они пришли в какое-то селение и попросились на ночлег. Их никто не пустил. И на окраине этого селения они увидели дом, стена которого почти разрушилась. То есть почти готова была болица Хидр. Алейхиссалам взял и выстроил эту стену, поправил, отремонтировал полностью. И Мусс, алейхиссалам, сказал, жители этого селения не пустили нас даже переночевать. Зачем же ты поправил и выстроил эту стену? Ведь при желании ты мог за это получить какую-то награду. То есть ты мог за это взять и еду, и питье, и ночлег. И тогда Хидр, алейхиссалам, сказал, здесь мы расстаемся. То есть на этом наши пути расходятся. Но я тебе скажу, о чем у тебя не хватило терпения. И почему я поступил так? И он описывает до этого ситуацию, а в последней ситуации он говорит, что же касается стены, то она принадлежит двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находится их клад. Их отец был праведником. И твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости своего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением. Это аят из Курана. То есть их отец был праведным человеком. И после его смерти Аллах, субхану атауаля, заботится о их имуществе и о них самих, и об их доме. И посылает пророка, который приходит специально, чтобы выстроить эту стену, поправить ее. И какова же милость Аллаха? Даже после смерти. И здесь особо выделяется, что это дети праведного человека, умершего человека. Это осиротевшие дети праведного человека. И Аллах, субхану атауаля, посылает своего пророка. Если бы стена обвалилась, то люди нашли бы этот клад, который спрятал для них их отец, их имущество. И они бы это нашли, извлекли, и эти дети, сироты, остались бы бедными. Но Аллах позаботился и о них самих, и об их имуществе в будущем. И Хейдр говорит, я не поступал по своему усмотрению. То есть это не моя прихоть, это повеление Всевышнего. Суть всего этого в том, что даже после смерти, если человек был праведный, Аллах, субхану атауаля, заботится о его потомстве и о его имуществе. И я еще раз говорю, дорогие братья и сестры, если мы будем правильно понимать религию, понимать ее так, как должно ее понимать, так как Аллах, субхану атауаля, не спасал ее, и мы будем правильно понимать милости Аллаха, то будем счастливы. Счастливы всегда. Ведь счастье – это внутреннее состояние человека. Это не имущество, не что-то такое наружное. Это внутреннее состояние человека, и человек может быть счастлив, даже в заключении, если у него внутреннее состояние чистое. И вы будете счастливы, независимо от того, какое испытание вас постигло. Пророк, салли Аллаху алейхи саламу, сказал, поистине удивительное положение верующего человека. Когда его постигает благо, он благодарит Аллаха и получает за это награду. Если же его постигает беда, он говорит, все от Аллаха, и все к нему вернется, и опять получает награду. И не даровано это никому, кроме верующего человека. Это есть правильное понимание. То есть, если человек постигает беда, это все равно приближает его к Аллаху. То есть, он более, еще более уповает на Всевышнего. Если его душа страдает где-то в чем-то, то он еще более приближается к Аллаху. Если его постигает какая-то радость, он опять же благодарит Всевышнего. Он не говорит, как говорил Карун, я достиг это из-за своим знаний. Нет, он говорит, Аллах меня одарил этим, и у него появляется благодарность в душе, и он является одним из благодарных рабов. Это есть внутреннее состояние человека. И такой человек, когда, как я приводил пример, телефон, на прошлой проповеди, человек купил броню, уронил телефон, то есть, купил, в тот же день уронил и разбил. И этот человек правильно понимал религию. Он сказал, Аллах смотров внушил мне купить в тот день и установить эту броню, потому что я должен был ее уронить в этот день. Другой же говорит, вот если бы ты ее не купил, ты бы ее не уронил. На самом деле, это неправильно. Он бы уронил и разбил то, что должно произойти. Это произойдет, иншаллах. Но, как я уже говорил, кто-то мечтал о работе. И эта работа ему досталась. Аллах смотров и даровал ему это. Или что-то другое. Проходит какое-то время, он к этому привыкает. Это его уже не так радует. Он хочет что-то большее, лучшее. Вначале у него была благодарность, потом она прошла. У него уже нет такой благодарности и радости от этой работы. Он привык к этому. И уже что-то ищет другое, просит другое. Другое же мечтает об этом. И другой именно эту работу просит в своих молитвах. Это является его дуа. Является его целью, которую он просит у Аллаха. То есть, кто-то не может обеспечить свою семью, просит у Аллаха именно эту работу. Хотя тебя эта работа уже не радует. Или кто-то там искал новую машину, купил, она ему быстро надоела. И сказал, хотел купить телефон, хотел купить дом. Ко всему человек привыкает очень быстро, ко всему хорошему. И со временем это ему надоедает. И он уже не благодарен. Уже нет той благодарности, искренности в душе. Именно это имеется в виду. Или же кто-то часто болеет. Часто болеет. У него хроническая какая-то болезнь. Другой же человек лежит в постели, прикованный к постели, он не может даже встать. И он просит у Аллаха в своих мольбах, чтобы он просто смог встать и исправить свою нужду сам. Сходить, дойти до ванной комнаты и обратно до своей постели. Это является его мечтой. Кто-то ноет постоянно и говорит, что он болеет только из-за того, что 5-6 дней человек загрипповал, поболел, и он начинает ныть и плакать и говорит, что вот Аллах, я вот такой больной и так далее. Даже если у человека какая-то хроническая болезнь, и он долгое время болеет, но он сам ходит по своей нужде, он сам ходит на работу, что-то делает по дому, другой же лежит и мечтает. И просит у Аллаха только о том, чтобы хотя бы он смог встать и сходить в другую комнату и обратно. Недавно видел ролик, где полностью парализован верующий человек, полностью парализованный мусульманин, и он может только разговаривать. Он не может пошевелить ни головой, ни ногами, ни руками. Просто может разговаривать. Может, вы тоже видели это. И у него журналист его спрашивает, какая ваша мечта? И он говорит, я мечтаю один раз в жизни перевернуть своей рукой страницу Кур'ана. Просто одной рукой, один раз просто перевернуть страницу Кур'ана. И я мечтаю в день праздника ураза Байрам или Курман Байрам прийти домой, то есть совершить праздничную молитву, прийти домой, поздравить свою маму и обнять ее своими руками. Это мечта человека. Самая большая мечта этого человека. Больше ему ничего не надо. Вот он просит только это у Аллаха. Он мечтает просто сам взять и перевернуть одну страницу Кур'ана, которую мы даже не обращаем на это внимание. Для нас это естественно. Может кто-то даже ленится и это совершить. Но обережет на всех Аллах от той неблагодарности, которую мы проявляем. Цените то, что имеете. Мы обязаны ценить то, что имеем. Поистине мы понимаем его ценность, когда это теряем. Но мы даже не представляем, как она ценна. Один мой друг, мой знакомый друг, однажды там заболели его глаза, и он ослеп на несколько дней. Просто в течение там нескольких часов ослеп. Потом в зерене вернулось, он как бы вылечился, но ослеп на какое-то время. И он рассказывает, я же привык общаться с людьми, сидеть, но когда я ослеп, я не знал, кто сидит рядом. И я боялся даже разговаривать. И я не мог просто шагнуть. Все обыденное, все, что у него было, все ушло в один момент. Даже один глаз, или одно ухо, или твой язык, даже один палец в мизинец, который человек теряет, он теряет, какую-то свою способность. Поэтому, благодарите Аллаха, и цените то, что вы имеете. Аллах, Суманат Аля, в Куране говорит, если вы захотите сочетать милость Аллаха, оказанную вам, вы не сможете это сделать. Вот ваш Господь возвестил, если вы будете благодарны, то я дарю вас еще больше, а если будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие. И единственная возможность сохранить то, что вы имеете, это благодарить Аллаха. Вы никогда не сможете отблагодарить Всевышнего чем-либо. Мы нуждаемся только мы, Аллах, Суманат Аля, ни в чем не нуждается. Поэтому, единственная возможность сохранить то, что вы имеете, это благодарить Аллаха. И так Всевышний говорит, если вы будете благодарны, то я дарю вас еще больше. Будьте стойки в религии, благодарите Аллаха, и будьте праведными, и правильными. Да поможет нам всем Аллах быть на истине. Ас-саляму алейкум в рахматуллах и в баракатах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok